Привет друзья и подписчики моего канала. Вас приветствует Ольга в своем деревенском дневнике очень многодетной мамы. Очень многодетная мама, вся в хлопотах и заботах, но тем не менее стараюсь находить время для того, чтобы показать вам третью серию моего фильма про поездку в Свято-Алексеевскую пустынь. Еще раз благодарю за комментарий, жду ваших новых впечатлений и смотрите дальше. Ох какой большой выгол у них. Там не овцы, там олень. Такими вообще деревом, таким наглопедом. Как будто дерево выросло у него на огах, да? А он так поворачивает голову, если рога прямо на муке, он додел в решетку. Ой, улыбается. Будешь кушать? Осторожно. Он просто непроизвольно голову поворачивает. Привет, носик. Парнокопытное животное. Кушает. Вот он, да, он так, видишь, как голову, а потом он раз как-то тут повернул ее, мы так все в сторону. Вот туда надо, не подальше. Мамочка, когда Ланя идет, Ланя, 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 Матюшка, Ланя. Маленькую кормите, Ланя. Маленькую кормите, да. Я представляю, как ему тяжело с такой головой. И Ольга будет пополучить, мы будем надедать. Мы к нам привык уже, что второй день. Смотри, как он на зеркало. Ветер по-утару. Дождь и серый день, проскакал по городу олень. Он летел над гулкой мостовой, рыжим лесом пущенной стрелой. Вернись, лесной олень, по-моему хотенью. Умчи меня, олень, в свою страну оленью. Пойдем посовем все равно, надо же уделить внимание красивому животному. Умчи меня туда, лесной олень. Ох, ну вот это пони. Шучу, конечно, это не пони. Это бык, овцы-бык. Малыш тут с ней. И у них еще вон там про иностранство, видите, они туда даже могут идти. Да, у них есть большой вольвер. Батюшка. 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 Хотела камышку собрать еще. Здравствуйте. Какие вы были? Олени. 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 Это с рогами в большом деревне в голове увидели. Он там огромный, красавцы. Вот интересное тоже такое действие. Переводит яка в другую клетку. По ходу дела, хоть это и маленькое животное, ну, по крайней мере, меньше, чем корова, но справиться с ним сложнее. Чего себе живность. Боимся. Боимся. От забора вы не остановитесь. Да, вот сюда. Вот сюда. Какие прекрасные пони тут. Вот и ликтация. Вот чего нам не хватает в нашем хозяйстве. Поняшечки, детишек катать. А здесь еще один. Ничего себе. Вот это красота. Пусть маленькая там нормально вода, а я пока их боюсь. Я дошла до конюшни, и я хотела как раз все-таки спросить разрешение походить. О, здесь кролики. Кролики. Ух ты. Ничего себе. Какая же красота. Вот это вольерчик. Здесь еще располагаются пятнистки оленей. Я попала в сказку. Я попала в сказку, как, впрочем, шесть лет назад, в которой я здесь жила. Я тоже так считала, что я живу в сказке. Если вы не были никогда в Свято-Алексейской пустыне, очень рекомендую приехать и посмотреть на это место своими глазами. Оленяточки какие красивые. Надо же. Они даже меня не боятся. Какие же вы хорошие. Какие же вы красивые. Ты совсем не боишься, да? Ты ручной? Скажите, пожалуйста, где еще можно потрогать и так близко увидеть оленя? Даже в зоопарке такой возможности у вас не будет, уверяю вас. Ну, если только вы не работаете в этом зоопарке. Ой, какая же это красота. Ну, а теперь все-таки лошади. Лошади, лошади. Как мне хочется держать лошадей. И совсем нет на них сил и времени. Так, это вот конюшня. Вот он. Какой красавец. Какой же ты красивый. Привет! 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 Очень красивый. Ой, и еще вот росинка. Хорошую девочку. Ммм, рыжая. Люблю рыжих лошадей. А это легенда. Тракенинская порода. Какой прекрасный цвет. Барская причуда. Орловский рысак. Ничего себе. Тебе чего не понравилось, что я сюда подошла? Привет. Ты такой большой. Пальмира. Пальмира. Почему здесь только эти лошадки, а где остальные? Пойдемте смотреть и разбираться, почему эти дома. Я когда жила, у меня была в ужасном состоянии. Деревянные прогрызанные полы, низкие потолки, сброи почти никакой не было. Сейчас это настоящий конный двор. Как хорошо, что находятся люди, которые могут это респонсировать. Вот они, красавцы. Батюшка сказал, что их больше 30 голов. Подойду поближе, попозирую вместе с лошадками. Такие они все ухоженные, чистенькие. Какие же вы красивые. какие-то... Привет, дорогая. Привет. Привет. Как мне вас не хватает. У них тоже есть даже карета, саночки, что-то такое старенькое, но тем не менее, двуковка или бричка, как ее правильно назвать. Для меня вот это место, это исполнение мечты. потому что я очень неравнодушна к животным и тому, как они здесь содержатся. Как бы я хотела, чтобы у меня хоть маленький, хоть один процентный было похоже на пустынь свято-алексеевскую. Нет таких слов, чтобы описать этот масштаб, этот размах и количество того, что сделал здесь батюшка. Сейчас я вам показываю кадетский корпус имени Александра Невского, святого. Сейчас так тихо и почти нет детей, потому что лето, и батюшка отправляет каждое лето в Саратов и Тамане отдыхать детей в месяц. Поэтому здесь вы особо не увидите детишек, но увидите строение. При въезде в пустынь стоит крест и пост со шлагбаумом. Просто так здесь не впустят. Забора так такового в пустыне нету, зато есть собственный магазинчик. Когда я там жила, его не было. А теперь вот монастырская лавка. Магазин открою по звонку, подойду в течение пяти минут. Значит, там никого нету. Звонить, конечно, не будем, чтобы не беспокоить. Сейчас мы пойдем вот таким красивым местом, прям как будто в лесу, пойдем смотреть домик Федора Конихова. Может быть, многие из вас знают. Путешественник большой, русский, великий. И который в одиночку путешествует. А сейчас он еще и батюшка. Хороший друг нашего отца-настоятеля. Часто сюда приезжает, дарит подарки, всякие сувениры. Есть у него даже здесь свой музей. Вот. И построил он здесь часовню, где читается неусыпаемый псалтырь. И построил домик. Ну вот мы приближаемся как раз к домику. Такой он интересный, конечно. У него оформление очень оригинальное. Я, честно, не знаю, кто-то здесь живет или нет. Или он такой дачный вариант, когда выезжают, приезжают сюда. Но все, тем не менее, достаточно ухоженный. Такой сад красивый. Видно, что все-таки за этим смотрят. Вот они. Видно интересное оформление. Скворечники. Это как бы постройки Кристо-Цекус. Крест интересный. Да, крест, рыбки и якорь. Все говорит о том, что это домик мореплавателя. Секира. Уже из секира при корне дерева лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Иоанн Креститель. Все очень мило, красиво и по-домашнему. Ну что ж, посмотрели мы домик. Стройка вот там еще какая-то идет, но я не знаю, что это такое. Открыли нам магазинчик. Сейчас мы будем смотреть, что там продается. Какая красота. Здравствуйте. 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 Ничего себе, какие-то эксклюзивные вещи. А это что? Это сухарики наши, еще много хлеба. Можно посмотреть? Слушайте, еще так все красиво, с такими всякими вышивками. И вы просто умницы и как вы здесь все здорово оформили. Да, я не знаю. Вот такие. Это добавка получается? Ну, да, это трава. Я, например, романашка. Что? А вот и подушечки. А что там нет? А там... Да, в подушечках троечная трава. Троечная трава, ладно, еще на лочке. Ой, даже... Что это такое-то у нас? А вот цветы угольников напит, ну, боже. Вот так всего много. Ой, детишки сами. Батюшка, мне одежда. Вот это, я занимаюсь начальными школами. Да, вижу, вижу. Ох, как же это все здорово. А вот трава собираем. Угу. И что-то они там сочлили. Вот здесь, где-то, а... А вон там тоже маленькие полосатые, футболочки с батюшкой. Мамы должны в подушечки. В подушечки, можно в подушечки? В подушечки? В подушечки. В подушечки. Столько гостинцев мы везем домой. Подушечка с травкой и такие чии. И добавки к чаю. Ну вот вы, наконец-то, и посмотрели третью серию. Я хочу сказать, что потерпите немножечко. Еще одна серия, и я начну снимать фильм про нашу семью. Так получилось, что многие подписчики спрашивают, почему дневник называется «Очень многодетная мама». Вот. Секрета в этом нет никакого. Называется он так только потому, что у нас 9 детей. И для многих это кажется очень много. Нам и самим иногда кажется, что это много. Вот. Но на самом деле пугает только цифра, а сами детишки только радуют. Ладно. Сейчас я немножко отвлеклась. На самом деле просто я безумно хочу поделиться опытом и по поводу сарая, и по поводу загонов, и много, что вам рассказать. Но уж потерпите, пожалуйста, и досмотрите фильм про поездку в Свято-Алексейскую пустыню. Надеюсь, вам понравилось это видео. До новых встреч, дорогие мои. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.